Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и сегодня у нас предпоследний день до нового сезона, точнее шестого сезона с модом Pixelmon. Выйдет он завтра в 15.00 будет первая серия этого сезона. Я надеюсь вы придете и будете его смотреть и участвовать в новом сезоне так же как я. Но перед этим у нас остался один день, я хочу обсудить что и как у нас будет. Если честно, я пока не знаю что и как мы будем делать, но то что я знаю это версия Майнкрафта 1.8.0 и версия самого Pixelmon 4.04, нет, 4.05, да, потому что уже вышла вроде новая версия 4.0.5. Сезон будет завтра, но перед тем я хочу вам поделиться новостью. То что у нас будет сезон развлечений, в каком смысле? В предыдущем сезоне какое у нас было развлечение на протяжении всего сезона? Мы угадывали покемона. Допустим, в 30 серии, я пример говорю, допустим в 30 серии появилась картинка, да, что это за покемон, черная картинка, да, то есть текстурка сама спрятана. Что это за покемон? Вы угадывали этого покемона, писали под этой серией и я в 31 серии, то есть в следующей серии после 30, я писал, ага, вот этот покемон, то есть уже нормальная картинка, уже с текстуркой, уже показано, что это за покемон и я писал, что за покемон был загадан в предыдущей серии. И также в той же 31 серии я загадывал покемона на следующую серию, на 32 серию. Итак, на протяжении всего сезона мы угадывали, разгадывали и загадывали новых покемонов. В принципе, в этом сезоне мы также будем делать. Давайте я покажу вам картинки, которые я заготовил для нового сезона, смотрите. Первая картинка это тот же угадай покемона. Так же будет, как в предыдущей серии. Допустим, в 15 серии я загадываю покемона, в 15 серии вы в комментариях пишите, ага, то есть вы угадываете, что это может быть за покемон, спрятанный за картинкой, ну по самой текстурке вы можете догадаться. Вот сейчас это, например, Лукарио, да, вы догадались, написали в 15 серии, это Лукарио. В 16 серии я показываю ту же картинку, но уже с открытой текстуркой, то есть я показываю, какой загаданный покемон был в 15 серии и в 16 серии я раскрываю его личность. Но так же в 16 серии я показываю нового покемона и загадываю на 17 серию, да, и то есть вы угадываете на серии, что это за покемон. Но у нас не будет так, как в предыдущем сезоне. Я на начале видео пихал картинки поверх всего видео, да, и вы просто смотрели, иногда это не очень смотрелось, потому что иногда мы лазали по карте, иногда у нас была ночь, и это не очень так хорошо виделось, да, и в принципе перебивало все видео и не хотелось отгадывать покемона, можно и так сказать. В этой серии будет специальная кошка для этого, то есть мы начинаем видео, потом где-то 10-15 секунд у вас будет показана вот эта картинка, как в самом аниме, да, там показывалось, ну, посередине серии, да, ага, загадывал, что это за покемон, и вы его отгадывали. Так же будет и тут, то есть первые 5 секунд будет показан покемон с предыдущей серии, да, например, я загадал в предыдущей серии, а в этой серии я показываю, что за покемон был загадан в предыдущей серии. Это будет длиться примерно 5-10 секунд, и потом плюс еще 5-10 секунд будет загадан новый покемон на следующую серию. То есть вот эта картинка будет у вас на экране где-то 15-20 секунд с загаданными покемонами, и вы можете это посмотреть и не обращать внимания на видео, что там происходит в серии, а просто смотреть на эту картинку и пытаться отгадать, что это за покемон. Но это, ребята, не все, у нас будет не только одно развлечение, у нас будет несколько развлечений. Давайте посмотрим, какое будет следующее развлечение. Следующее развлечение у нас будет сколько раз какой-то там либо предмет появился в течение всего видео. То есть смотрите, допустим, на 15-й серии у нас развлечение «Угадай кто». В 16-й серии я показываю, кто это был загадан в 15-й серии. И так же в 16-й серии я показываю вам новые развлечения, да, то есть посчитайте вот этот предмет в течение всего видео. Потом в 17-й серии я загадываю еще одно развлечение, потому что у нас будет целых три развлечения. В 17-й серии я загадываю еще одно развлечение. Потом в 18-й серии опять «Угадай кто». Потом в 19-й еще другое развлечение, то есть не будет только «Угадай кто» на протяжении всего сезона, а будут целых три развлечения. И это будет круто, потому что оно вам не успеет надоесть, короче, не важно, так как «Угадай кто». Потому что если будет угадать, кто каждую серию на протяжении всего сезона, это будет реально скучно. А так будет целых три развлечения. Ну, давайте подробно рассмотрим вот это второе развлечение. Сколько раз какой-то там предмет появится в течение видео? То есть, вот сейчас у вас на экране показан квикбол. Но тут может быть рандомный предмет. То ли квикбол, то ли мастербол, то ли покебол, то ли какая-то лечилка, то ли какая-то темка, то ли какая-то шапка, то ли еще что-то. И вам нужно будет внимательно на протяжении всего видео искать вот этот предмет. Потому что он может появиться в течение видео рандомное количество раз. Например, этот предмет будет появляться так. Знаете, у вас будет где-то 1-2 секунды, чтобы его заметить. То есть, он появился, чуть-чуть там полежал, пум, пропал. И если вы заметили, ага, вы посчитали, вот он один раз появился. Ага, вот он в два раза появился. Ага, вот он три раза появился. И так может, допустим, появиться от первой минуты до конца серии. То есть, может он появиться там на первой минуте. Потом на третьей минуте и девятнадцатой секунде. Потом на девятой минуте и там тридцать пятой секунде. Потом на четырнадцатой минуте и там пятой секунде. Да, то есть, он может появляться рандомное количество раз. Вы посмотрели все видео до конца. Если вы внимательно его смотрели, то вы посчитали, сколько раз какой-то там предмет появился в течение всего видео. Ага, вы почитали, вот, например, этот предмет появился там 7 раз, да? И вы написали в комментариях, ага, вот, мол, леди-сан, я внимательно смотрел это видео, и вот этот предмет в течение всего видео появился 7 раз. И это круто, потому что, если вы неправильно посчитали, а кто-то кому-то лень это считать, и он просто-напросто скопировал ваше сообщение, то он тоже может ошибиться, потому что каждый должен внимательно это смотреть, потому что не каждую серию будет появляться 7 предметов, может появляться и 50 предметов, а может и 2 предмета появиться. Ну, один и тот же предмет, но многое количество раз. Поэтому, ребята, смотрите внимательно, не ошибайтесь. И третье развлечение, это у нас, смотрим, это у нас появляется только один предмет за спрятанной текстуркой, то есть, в течение всего видео появляется какой-то предмет, тоже, то ли ТМ, ну ТМ-ка вряд ли, то ли шапка какая-то, то ли покебол какой-то, то ли может еще и покемон какой-то, или лечилка какая-то, или еще что-то, даже может звони нам в Майнкрафт, мы будем угадывать, может там кирка, или еще что-то. На протяжении всего видео появляется один предмет, спрятанный за темной текстуркой. Вам нужно внимательно смотреть видео от начала до конца, чтобы его найти. Если вы заметили, а, то есть, он тоже появится, одну секунду или две секунды будет на экране, и сразу пропадет. Если вы в течение всего видео смотрите, то есть, он может появляться в рандомном времени, да, может в одном видео на пятой секунде появиться, в другом видео на последней секунде появиться, и так на протяжении всего видео. Поэтому вам нужно внимательно смотреть, если вы заметили, о, появился какой-то предмет, пум, поставили на паузу, и рассматривайте. А что это за предмет, например, вы его угадали, ага, я угадал вот этот предмет, и пишите в комментариях, вот, мол, Эдисон, на такой-то, такой-то минуте и секунде появился такой-то, такой-то предмет, ура, я победитель, я его угадал. Это, ребята, реально круто, потому что будут развлечения, которые будут интересны вам, и мне будет интересно их тоже делать. Но, как вы узнаете, какое развлечение в данной серии, то есть, я буду каждую серию перед серией показывать вот эти три картинки, которые вы видели на протяжении всего этого видео, да, например, если у нас, угадай кто, я показываю вот эту картинку. Если в следующей серии у нас, посчитай предмет, посчитай сколько предметов, я показываю вот эту картинку. Если у нас в следующей серии развлечения, найди спрятанный предмет, я показываю вот эту картинку. То есть, каждую серию, на начале серии вам будет поставлена задача что-то угадать, найти или посчитать. И вы будете знать каждую серию, какое вам предстоит задание. Мне кажется, это интересно, если честно долго сидел, думал, чем бы вас развлечь. И мне кажется, это отличная идея, потому что и вам будет интересно, и вы не только будете смотреть видео, а также будете внимательно рассматривать, считать предметы, или просто-напросто внимательно смотреть, чтобы ничего не пропустить. Мне кажется, это действительно очень круто. Фух, да, ребята, я это долго думал, долго картинки эти делал, долго вот это всё придумывал, что и как будет, какие будут правила. Но, вроде, всё, что я хотел сказать, я сказал, если что-то забыл, то извиняюсь, потом скажу в самом, в самом летсплее, да, в самом шестом сезоне. Шестой сезон у нас завтра, а у меня ещё до сих пор не сделана сборка шестого сезона, честное слово. Я, наверное, сейчас всю ночь буду сидеть и просто пилить сборку нового сезона, и плюс тому мне ещё и серию нужно пилить, потому что всё-таки она должна выйти завтра. Поэтому я сегодня вряд ли буду спать. Ну что, ребята, на этом мы будем заканчивать. Всеми новостями я с вами поделился. Ставьте лайки, если вы ожидаете новый сезон, да и, в принципе, просто ставьте лайки, пишите в комментариях свои какие-то новые идеи, может, какие-то новые развлечения. Может, у нас будет не только три развлечения, а может быть, десять, если вы мне подадите какие-то прикольные идеи. Ну, и всё же, ребята, я говорю спасибо вам на этом, за то, что вы смотрели это видео. Оставляйте свои комментарии, не стесняемся, я постараюсь ответить на каждый из ваших комментариев. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ждём нового сезона. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok